Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Несмотря на то, что огороднический сезон еще продолжается, наверняка многие обратили внимание на тот факт, что дачную амнистию продлили. Что же такое дачная амнистия для тех, кто с этим еще не знаком, расскажет нам сегодня помощник руководителя управления Росреестра в Амурской области Наталья Анатольевна Кесова. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Добрый день! Во-первых, если продлили, то давайте расскажем, до какого времени точно она продлена, для того, чтобы точно никто не пропустил. Можно сразу сказать, откуда началась дачная амнистия, с какого времени. Дачная амнистия уже существует, длится на территории Российской Федерации уже более 13 лет. Первый закон был принят, так называемый, о внесении изменений в отдельные законодательные акты, нормы в котором устанавливали упрощенный порядок регистрации отдельных объектов недвижимости для граждан, являющихся правообладателями этих объектов. Это началось 30 июня 2006 года. Период достаточно длительный. Да, за этот период уже 4 раза ее продлевали, этот раз уже 5-й. Первый раз она была установлена, действие дачной амнистии, до 2010 года. Ну вот сейчас срок установлен до 1 марта 2021 года. Это то, что касается жилых объектов, то есть домов. Жилых домов и садовых домов. Естественно, гарантии, что продлят еще раз, никто этого сказать не может. Их никогда и не было, этих гарантий. Да, да. То есть в любом случае, мы пока ориентируемся на этот срок, да, за это время, кстати, много ли было зарегистрировано домов по дачной амнистии? Это все-таки длительный период. Общее количество объектов на территории Амурской области, если касается, около 67 тысяч. Серьезная цифра, да? Да, цифра серьезная, с учетом небольшого количества населения в нашей области. Из них самое большое количество, это больше половины, это земельные участки, предназначенные как раз для садоводства и огородничества. На втором месте у нас идут гаражи, как ни странно, потому что они тоже попадали под действие закона у дачной амнистии. И менее всего, это объекты индивидуального жилищного строительства, чуть больше 13 тысяч зарегистрировано. То есть это как раз домов-то не так много, да? Как раз не так-то и много, да. Так, ну вы уже фактически начали, да, этот список. Давайте действительно его продолжим. Да, какие объекты попадают под дачную амнистию для того, чтобы все понимали, что они могут зарегистрировать в упрощенном порядке? Ну, как обычно, начинаем плясать от земли. Под дачную амнистию попадают прежде всего земельные участки, предназначенные для садоводства и огородничества. Можно еще один срок назвать, установленный законодателем, как раз вот этим последним законом, который сейчас вступил в силу со 2 августа этого года. Это земельные участки, предназначенные для садоводства и огородничества. Их можно получить бесплатно тем людям, которые состоят в садоводческих обществах, это так называемые некоммерческие организации, и могут получить бесплатно земельный участок, предназначенный для садоводства и огородничества. То есть получать свою долю, как бы. Ну и для этого необходимо иметь какие-то документы. Документы о предоставлении от садоводческого товарищества. И все, да. Так, все понятно. Дальше по списку, что еще? Далее гаражи. Опять-таки, это объект, на который не требуется разрешение на строительство, но земля обязательно должна быть предоставлена, и право на нее должно быть зарегистрировано. Иначе могут потребовать снести просто настройку. Естественно, да. Вот это будет уже самовольная застройка, и совершенно другие нормы касаются, регулируют эти отношения. Ну и переходим опять к жилым домам. Дома, расположенные на участках предназначенных для садоводства и огородничества. Если мы говорим опять-таки о дачной амнистии. У нас был период, когда, это совсем недавно было, когда в 2018 году были внесены изменения в градостроительный кодекс. И вот эта категория объектов, она была исключена. И уже, ну, чтобы зарегистрировать право на жилой дом, на объект индивидуального жилищного строительства, необходимо было применять так называемый уведомительный характер. То есть надо было идти жить? Да, застройщик должен был обращаться в администрацию. Там вот этот вот порядок прописан в градостроительном кодексе. Администрация, рассматривая документы, принимала их и сообщала, что все документы соответствуют требованиям действующего законодательства. Когда застройщик продолжал строительство, не менее чем за месяц, не более, вернее, чем за месяц должен был предоставить документы после окончания строительства, должен предоставить документы в администрацию о том, что строительство окончено. И тогда администрация выдавала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. То есть порядок такой не совсем простой. Да, он не совсем простой, но он проще, чем был раньше. Разрешение на строительство уже не требуется. То есть перешли от разрешительного порядка к уведомительному порядку. И попадали как раз вот эти вот садовые дома тоже туда же, в эту же категорию. Сейчас, почему говорят, восстановлена дачная амнистия вот этим вот законом 267, который вступил вот в августе, еще раз говорю, в силу, это именно что из этой категории домов, построек, как раз исключена та, которая находится на участках, предназначенных для садоводства и огородничества. Для этого сейчас установлен, вернее, восстановлен как раз вот этот упрощенный порядок, когда достаточно для регистрации права представить в орган регистрации технический план, подготовленный кадастровым инженером, и документ о праве на землю. И все? И все. А какой срок вообще для регистрации объектов? Он как-то тоже сразу существенно уменьшается? Срок для регистрации не меняется. Срок для регистрации для всех одинаковый. У нас, в принципе, сейчас в соответствии с законом о государственной регистрации сроки очень небольшие. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, я считаю, что если мы начинали с момента действия закона, это было в течение месяца, но вы это тоже помните. Вот сейчас срок регистрации 12 рабочих дней. Обычно наши специалисты-регистраторы совершают эти регистрационные действия при отсутствии оснований для приостановления или отказа в государственной регистрации. До 12 дней у нас, насколько я помню, так на вскидку, где-то около 7 дней у нас на регистрацию. Вот это да. Это регистрация. Сокращается срок за счет чего? За счет того, что вы меньше документов предоставляете просто для государственной регистрации. За счет этого, да, общий срок сокращается, конечно. То есть, в принципе, процедуру уже вот в таком порядке проходить не надо, соответственно, срок меньше. Не нужно, да. И еще и амнистия, она касается еще и финансовых ваших затрат, поскольку все документы, которые нужно готовить, это требует затрат финансовых, и государственная пошлина меньше. 350 рублей составляет. В обычном порядке, если вы регистрируете дом, который вы построили, 2000 рублей для физического лица. То есть, действительно, сокращение расходов на регистрацию. В том случае, если вдруг в регистрации объекта отказано, что делают те, у кого не получилось в таком обращенном порядке зарегистрировать? Причину нужно. Нужно знать причину. В каждом конкретном случае нужно знать причину отказа в государственной регистрации. Либо ваши документы вообще не соответствуют требованиям никаким существующим, действующим законодательством, и вы не сможете легализовать постройку. Ну, как то, например, постройка, если самовольная. Нет документов на землю, да, соответствующих. Либо земельный участок предоставлен совершенно для других целей. То есть, вам нужно работать тогда над изменением разрешенного использования земельного участка, его категории. То есть, это совсем другая история. То есть, это уже процедура. Либо, да, либо это уже, может быть, будет процесс связан с восстановлением ваших прав. Да. То есть, доказательством, что они у вас есть действительно. У многих всегда, когда вопрос стоит о регистрации, да, возникает вопрос, зачем? Вот зачем мне регистрировать дом, например, или гараж, или еще что-то? Вот когда вопрос возникает, наверное, даже это наоборот. Когда вам необходимо, возникает у вас необходимость зарегистрировать, тогда вы сразу понимаете, зачем вам это нужно. Вот так, можно еще вопрос поставить. Потому что объект недвижимости, на который отсутствуют документы, он не является полноценным объектом гражданского оборота. То есть, вы не можете подтвердить свое право на том, что это ваш объект. То есть, от прав третьих лиц, от притязаний третьих лиц на этот объект, вы не защищены законом, абсолютно никак. Например, сейчас вот наше печальное событие, да, когда объекты недвижимости оказались потопленными или затопленными. Да. Для того, чтобы подтвердить, что… У вас есть такой объект, и вы выводились. У вас есть такой объект, и что вы пострадали, да. Что у вас, например, случился страховой случай, если объект застрахован. Вот. Вам нужно подтвердить, что этот объект действительно есть, и что право на него у вас зарегистрировано. Ну, и, естественно, время содержания имущества никто не отменял. Ну, некоторые, конечно, собственники забывают об этом, но тем не менее. Время содержания – это обслуживание жилого дома, которое требует, да, каждый раз, чтобы вы забивать. Вот. Это первое. А во-вторых, налоги. Налоги. Наталья Анатольевна, спасибо вам огромное за подробный рассказ о дачной амнистии, потому что, действительно, для многих этот вопрос, несмотря на то, что столько лет, да, дачная амнистия делает, он не всегда понятен. Ну, теперь, надеюсь, более прозрачно стало все. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Я напоминаю, что сегодня с гостях была Наталья Анатольевна Кесова, помощник руководителя управления Росреестра Поморской области. Вы смотрели в центре. Внимание. До встречи в эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова